Цветы мамам на 8 марта из бумаги. Бумажные цветы очень часто появляются на открытках и поделках к 8 марта своими руками. Цветы – это символ весны, красоты и нежных чувств малышей к своим мамам. Мы расскажем, как делать самые разные цветы из бумаги. В наших примерах вы найдете и тюльпаны, и гиацинты, и гвоздики, и фантазийные цветочки с сердечками посередине. Объемные тюльпаны мамам на 8 марта для открыток цветную бумагу для этой аппликации лучше взять двухстороннюю, так наши тюльпаны получатся аккуратнее. Чтобы открытка получилась красочной, сделайте тюльпаны разноцветными такими, какими они бывают на клумбах. Для каждого бутона вырежьте из двухсторонней цветной бумаги по шесть одинаковых заготовок. Потом сложите их пополам и склейте канцелярским клим друг с другом. Проклеивать нужно только узкую полоску возле сгибов. Когда бутон будет готов, приклейте его первый и последний лепесток к листку, который будет фоном композиции. В нашем примере он светло-голубой. Из зеленой цветной бумаги вырежьте стебли и листья тюльпанов. Листиков должно быть по два на каждый цветок. Стебли вначале сделайте большей длины, чем нужно, а потом подровняйте их по краю листа ножницами. Такой подарок на 8 марта своими руками сможет украсить и открытку, и шкатулку с конфетами, и может быть самостоятельной картиной. Гиацинты из бумаги мамам на 8 марта. Подарок на 8 марта своими руками можно украсить объемными гиацинтами. Как и тюльпаны, эти цветы бывают самых разных цветов. И значит, наша аппликация получится яркой и красивой. У этих цветов нежные и слегка закрученные лепестки. Мы изобразим их в виде бумажных колечек. Такие подарки на 8 марта в детском саду помогут не только сделать приятно мамам, но и научат ребят работать с объемом и формой. Для того, чтобы цветы получились аккуратными и симметричными, распечатайте и используйте наши шаблоны. Листья и стебель мы предлагаем сделать по следующему шаблону. Аппликация для мамы на 8 марта на пластиковой тарелке. Раньше украшать свои дома разрисованными тарелками было традицией. Красивая аппликация на тарелки станет хорошим подарком на 8 марта для мамы и сейчас. Мы предлагаем вам сделать весеннюю композицию с цветами, солнышком и девочкой. Впрочем, вместо девочки на ней может быть и мальчик. Для работы вам понадобится одноразовая тарелка. Нам нужно будет проделать в ней дырку, поэтому лучше купить сразу несколько тарелок на случай, что первая будет испорчена. Акриловые краски. Именно они лучше других ложатся на пластик и более долговечные. Бумага, ножницы, краски и цветные карандаши или фломастеры. Проделайте в нижней части тарелки отверстие, в которое вы будете продевать бумажный букет. После этого начинайте разрисовывать тарелку акриловыми красками. Нарисуйте земли, корни и дерево. Из желтой цветной бумаги вырежьте кружочек, это будет солнышко. После этого можно начинать работать над цветочной композицией. Чтобы сделать цветы, макайте свои пальцы в краску и оставляйте ими круги на бумаге, они будут лепестками. Поток вырежьте заготовки цветов и приклейте к их серединкам разноцветные пуговки. Нарисуйте на бумаге девочку с лейкой, а потом вырежьте ее. Осталось дорисовать детали. Рисуем лучики солнышко и дорисовываем капельки воды, которая выливается из лейки. На этом наш подарок маме на 8 марта готов. Идеи подарков на 8 марта маме своими руками. Вдохновиться новыми идеями, чтобы создать подарок на 8 марта маме своими руками, поможет наша следующая подборка. Разноцветные нитки могут стать необычным материалом для создания открытки любимой бабушки и маме. Иногда нитки закрепляют проделывая иглой дырочки в бумаге. А иногда креплениями для них служат декоративные гвоздики. Чтобы создать такой подарок на 8 марта, малышу понадобится помощь родителей. Сердечко из пуговиц тоже смотрится очень оригинально. А праздничные флажки подчеркнут торжественность момента. Шишки – еще один фактурный и долговечный материал, из которого можно сделать подарок на 8 марта своими руками. Подарки на 8 марта в детском саду бывают очень сложными в исполнении. Но что делать, если дети ходят только в ясильную группу и совсем маленькие? Предлагаем вам помочь малышу, который только научился рисовать, сделать первую открытку для мамы. Сердце в технике квиллинг мамам на 8 марта. Этот мастер-класс больше подойдет для тех, кто постарше. Ведь техника квиллинга предполагает, что нужно разрезать бумагу на полоски одинаковой ширины, а потом скручивать ее в спиральки и аккуратно приклеивать. Зато такой подарок маме на 8 марта наверняка никого не оставит равнодушным. Цветная бумага для этой поделки лучше подойдет двухсторонняя и достаточно плотная. Нужно будет сделать из нее множество лепестков и завитков. По размеру и форме разноцветные детали не должны быть одинаковыми. Их размер может быть произвольным. Главное, чтобы полоски бумаги были одинаковой шириной. Готовая композиция будет выглядеть примерно так, как на следующем фото. Внутри сердечка можно написать слова поздравления. Видео. Объемная открытка с букетом для мамы. Детские поделки. 8 марта. Открытка для бабушки на 8 марта. Открытка для мамы на 8 марта. Открытка для мамы на 8 марта.